В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Курс на Арктику. Сразу пять промышленных гигантов региона будут задействованы в реализации крупнейшего инвестиционного проекта. Уникальные природные ландшафты, турбазы и горнолыжные комплексы. Красноглинский район может стать новым туристическим центром. Концепцию развития одного из самых больших районов обсудили на расширенном совещании администрации Самары. Подготовка к холодам по всем направлениям. В Самаре чистят ливневую канализацию. Сделано в Самаре. На площади Куйбышева прошла выставка-ярмарка местных производителей. Дань – традиция. В Самаре прошел фестиваль национальных свадеб. Новый этап освоения Арктики пройдет с участием самарских предприятий. Сразу пять промышленных гигантов региона будут задействованы в реализации крупнейшего инвестиционного проекта в газовой отрасли. Задача – изготовить оборудование для строительства завода по производству жиженого газа. Это будет вторая очередь Ямал-СПГ. Стратегическое партнерство закрепили документально руководители предприятий региона и компании «Новатэк». Какие в этом плюсы для Самары, знает Олег Зверев. В новейшей истории России вряд ли найдется другой столь же масштабный и значимый проект, как освоение Южно-Тамбейского газового месторождения. Общая сумма инвестиций в реализацию Ямал-СПГ составит порядка 27 миллиардов долларов. В рублях это более полутора триллионов. Проект поддержало российское правительство, в том числе и финансово. Для Самары важно, что часть заказов компании собирается разместить на предприятиях региона. Вопрос участие промышленного комплекса губернии обсудили на встрече губернатор Николай Меркушкин и глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Уже сегодня для нас исключительно важно, что пять очень крупных, где работают десятки тысяч людей из Самарской области, отобраны, которые могут иметь заказы, поставки, длительные поставки, долгосрочные договора в тот проект, который вы реализуете. Много проектов делается и планируется с ПГ-проектов в Америке. Мы обладаем информацией, мы знаем, почем газ. Легко посмотреть по фондовому рынку. Мы знаем, какая у них себестоимость жижения. Наша задача совместная – добиться себестоимости меньше при конкурентной цене. У нас в зале же намного лучше, чем Асланцева. Сразу пять соглашений подписаны с крупнейшими заводами. К работе привлекут такие предприятия, как РКЦ «Прогресс», «Электрощит» и «Сызранский тяжмаш». Они должны изготовить оборудование для завода по производству жиженого газа. Он предусмотрен во второй очереди. Срок реализации – до 2024 года. Причем самарские промышленные гиганты получат доступ к документации еще на этапе проектирования. То есть от них ждут конструктивных предложений по улучшению параметров. Действительно промышленный регион, уникальный регион и у него серьезное будущее. А вот в таком альянсе с транснациональной компанией, какой является, ну вот так, конечно, здесь есть неисчерпаемые возможности сотрудничества. Сейчас в проекте задействовано 15 иностранных компаний, но стратегическая цель – отказ от импортных комплектующих. Тем более, что по оценкам экспертов, отечественные предприятия производят оснащение лучше зарубежных аналогов. В частности, это касается электрооборудования. Примерно 10% всех работ могут выполнить заводы самарской группы, но и эта доля оценивается в астрономическую сумму – в сотни миллиардов рублей, а это тысячи новых рабочих мест. И еще одно соглашение «Новотек» заключил уже с областным руководством. Оно касается развития волейбола, в частности, поддержки детских спортивных школ и продвижения новокувышевской команды мастеров. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Один из самых больших и красивых в плане природных достопримечательностей районов Самары выходит на новый вектор развития. Комплексную концепцию преобразований Красноглинского района обсудили на расширенной коллегии городской администрации. В план включили самые важные инфраструктурные проекты развития спорта, культуры. По многим пунктам работа уже идет. Так, подрядчики уже приступили к ремонту ДК «Октябрь». Чем может прославиться Красноглинский район на всю страну, узнала Марина Кравцова. Впервые за всю историю Красноглинского района разработана и принята комплексная концепция развития, где учли все направления от благоустройства дворов до создания крупных транспортных узлов. Среди первоочередных задач – улучшить качество воды в управленческом. Проект двух новых веток водовода будет готов уже в декабре. Предусмотрено проектирование и строительство двух водоводов шести соток от насосной фильтровальной станции номер два до поселка управленческой протяженностью 18 километров. В районе активно строят новое жилье. Количество жителей увеличивается. В последние годы сильно выросла и рождаемость. Два сада и одну школу уже открыли в микрорайоне «Крутые ключи». Строить школу и три детских сада будут и в управленческом. Помочь в благоустройстве и реализации социальных проектов готовы и крупные предприятия района. Одна из важных задач создания новых рабочих мест. Район знаменит и природными достопримечательностями. Имеет все шансы стать одним из основных центров протяжения туристов. Учитывая, что район такой рекреационный, на мой взгляд, да, экологически чистый, зеленый, наверное, здесь мог бы развиваться туризм. Поэтому в плане нужно прописать отдельные мероприятия, связанные либо с созданием туристических агентств, либо с разработкой туристических маршрутов. И они должны быть, конечно, обустроены, эти маршруты, чтобы людям было удобно. Это дополнительная налоговая база будет в районе. Глава Самары отметил, что план необходимо расширять и ставить более амбициозные задачи, в том числе и по ремонту дорог. Концепция развития живая, и поучаствовать в ее создании может каждый житель. После доработки концепции она будет передана на рассмотрение губернатору. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Коммунальная авария в Самарском районе города. В одном из нежилых домов произошло обрушение, засыпало теплоузел. Впрочем, это ЧП скорее исключения исправил. В целом, Самара готова к отопительному сезону почти на 96%, сообщает Департамент городского хозяйства и экологии. Уже прошло проверку оборудования котельных, заменены аварийные участки тепловых сетей. Бригада оперативно ликвидирует последствия ЧП и в Самарском районе. С места событий репортаж Лариса Шалафаст. Лестница первого этажа здания обрушилась несколько дней назад, полностью перекрыв доступ к теплоузлу. Теперь отремонтировать его можно, если только полностью проводить реконструкцию здания. Теплоузел, который находится в этом здании до революционной постройки, питает соседние три дома. Чтобы люди не остались без отопления, управляющая компания и подрядная организация оперативно приступили к работам. Принято решение переключить три дома на ближайший теплоузел. Для этого сейчас во дворе прокладывают новую трассу. Сейчас выставлены стойки, то есть прокопана траншея и буквально с завтрашнего дня начнется прокладка теплосетей. Мощности этого оборудования на шесть домов хватит, заверяют специалисты. Жильцам волноваться не о чем. Нашим предприятиям была просмотрена схема, были произведены расчеты, здесь были поменены задвижки и у нас таких опасений нет. Полностью завершить работу планируют до конца недели. После этого проведут опрессовку. Введение управляющей компанией «Жилсервис» 907 многоквартирных домов в Самарском районе. 94% зданий уже прошли испытания. К подаче горячей воды батареи готовы. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Спустились в подземное царство. Специалисты инженерных сетей прочищают ливневую канализацию во всей Самаре. Ни один колодец не остается без внимания, чтобы в сезон дождей не возникало подтоплений. Работу бригад круглосуточно контролирует в департаменте городского хозяйства и экологии. Марина Матвейшина покажет, как чистят ливневки. Улицы Пятигорской теперь не страшны даже самые обильные ливни. За один день бригада рабочих почистит дождевую канализацию на всем ее протяжении. Под землю спускают сразу два шланга. Из первого струей воды под сильным давлением промывают трубу, а другим отсасывают ил. С дороги так или иначе поступает в коллектор грязь, какая бы там ни была, песок, щебень. Это тяжелые отложения, они водой не умываются. И если периодически не проводить профилактику, то коллектор забьется и встанет. Подготовка ливневой канализации к работе осенью и зимой началась сразу же после весеннего паводка. Специалистам инженерных сетей предстояло прочистить более 300 километров труб и 5,5 тысяч дождевых колодцев. Все лето работа шла в интенсивном режиме и продолжается до сих пор. Каждый день по всему городу работает 10 бригад. Кроме профилактики существующей сети, предприятие восстановило 7 километров бесхозных ливневок. Постоянно выявляем адреса брошенных ливневок, проводим их ревизию, техническое состояние, принимаем хозяйственное ведение и приводим в рабочее состояние. Подготовить ливневки к зиме нужно успеть до сезона дождей. Специалисты уверяют, работа идет по намеченному плану и потопы в Самаре не страшны. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Интернет-трансляция с избирательных участков в день выборов будет приостановлена вечером в 20 часов по местному времени и взобновится в режиме записи через 2 часа, когда закончат голосовать в самом западном регионе России в Калининграде. Таково требование федерального закона, запрещающего опубликовать итоги выборов до повсеместного закрытия участков. Такая информация прозвучала на Всероссийском селекторном совещании, которое провела Центральная избирательная комиссия. От Самарской области приняли участие председатель обл. сберкома Вадим Михеев, уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гольцова, представитель общественности и правоохранительных структур. Они рассказали о том, какая работа проводится в регионе по подготовке к выборам. В Самарской области предоставили слово по просьбе делегации, которая недавно посетила Центр избирком. Элла Памфилова поинтересовалась, как проходит предвыборная кампания в регионе и высказала рекомендации по работе с обращениями граждан. У нас нет никаких претензий к работе избирательной комиссии Самарской области. Профессионалы работают очень качественно, быстро реагируют на те жалобы, которые мы им пересылаем. На что люди жалуются, как вы реагируете. Вот это самое главное. Мы очень плотно работаем с нашими правоохранительными органами, с прокуратурой Самарской области. И буквально на прошлой неделе в прокуратуре Самарской области проходила рабочая группа, где мы все туда входим и представители, уполномоченные по правам человека, и общественные палаты, и область сбиркома, где очень тщательно рассматривали все вопросы. Виктор Владимирович, то есть вы можете ли вы со всей ответственностью сказать, что такого массового применения административного ресурса в области не наблюдается, и люди на это не жалуются, что нет никаких, скажем, злопотреблений этим ресурсом? Можете? Да, я могу это сказать. И у нас тестовый, так скажем, вариант соответствующей настроения, это прежде всего горячая линия общественной палаты по обеспечению равного доступа к СМИ, а именно к кандидатам распределения эфирного времени, за этим мы ведем абсолютно жесткий контроль. Квартира или машина – главные призы акции «Выборы Гоу». Участниками акции может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы побороться за множество ценных призов, необходимо установить приложение «Выборы Гоу» на свой смартфон на базах Android или iOS и следовать инструкциям. Подробные условия можно видеть на сайте, который указан на экране. Организаторы заявляют, основная цель – поощрить молодых людей за высокую гражданскую активность. Мы действительно стремимся поощрять активность, и общая миссия этой акции – она именно в том, чтобы ребята не только сами шли голосовать, но еще активно об этом заявляли и приводили с собой друзей, побуждая их принять участие, как минимум поддержав их, ну и просто лишний раз подчеркивая значимость выборов как явления, делая их, подчеркивая, еще раз ближе к молодежи. Требовать от власти действий может только человек, который ходил на выборы, уверены в Самарском совете ветеранов. Городская организация объединяет более 300 тысяч человек. Ветераны говорят, все они пойдут на выборы исполнять свой гражданский долг. Такой же позиции придерживаются и в Самарской общественной палате. К тому же выборы пройдут максимально честно и открыто из-за множества нововведений. Власти партии добились того, что сейчас на выборах присутствует масса наблюдателей. Установлена видеотехника. Поэтому сделать что-нибудь не по закону в теперешних выборах практически невозможно. Каждый человек в нашей стране имеет полное право на право голоса. Когда он проголосует, он имеет право прийти к тому депутату, которого он избрал, к тому руководителю непосредственно на местах, где находится руководитель и спросить у него за те дела, за те обещания, которые они давали. И поэтому в праве любой человек, любой гражданин нашей страны, нашей области, нашего города будет иметь полное право спросить у тех людей, которых он избирает. Выбор молодежи, какой он, сегодня выясняют на городском форуме «Я выбираю». На вопросы школьников и студенчества отвечают представители власти, ученые, волонтеры и спортсмены. Валерия Макарова в эти минуты тоже находится на форуме. Валерия, что у вас сейчас происходит? Работа молодежного городского форума «Я выбираю» в самом разгаре. Здесь собралось больше тысячи человек. Для участников программа очень насыщенная. На главной сцене один за другим идут лекции, в мастер-классы по четырем направлениям – образование, культура, спорт, власть и общество. Среди спикеров – молодые ученые, предприниматели, деятели культуры, спортсмены и бизнес-тренеры. В параллельно работают 10 интерактивных площадок. Можно изучить основы робототехники, поупражняться в армрестлинге, аэробике и, конечно, сделать селфи. Одна из задач форума – это все-таки убедить молодежь в том, что правы выбора – это очень серьезные вещи, нужно ею пользоваться. На выборы сегодня ходить модно, престижно, молодежно, интересно и точно – это эффективно, поверьте мне. Настроение отличное, потому что именно сегодня огромное количество молодежи нашего города прекрасно соберется на одной площадке, сможет задать вопросы замечательным людям, которые добились своей жизни многого на разных опорщах. Это спорт, культура, образование – это здорово. Подробнее о работе форума смотрите в наших следующих выпусках. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня утром на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля произошло ДТП с участием общественного транспорта. В трамвай, следовавший по маршруту номер 23 в сторону дома печати, врезался 37-й автобус. По словам очевидцев, у трамвая разбито лобовое стекло слева, а у автобуса повреждена правая сторона. На место аварии выезжала скорая помощь и представители ТТУ. Причины случившегося устанавливаются. Нарушила правила и сквозь землю провалилась. В Самаре произошло ДТП с участием двух иномарк. По словам очевидцев, на пересечении Московского шоссе и улицы Дальней девушка за рулем Киа Рио пыталась на Красный проскочить по Московскому шоссе. Форд поворачивал на Дальнюю. В результате аварии Киа оказалась в канаве, которую дорожные рабочие вырыли на обочине для укладки электропроводов. Помог спрятать труп – будешь оштрафован. Двух мужчин оштрафовали за помощь в сокрытии тела 45-летнего мужчины. Одного на 40 тысяч, другого на 50. Непосредственно убийце преступление произошло на почве пьяной ссоры. Только еще предстоит выслушать приговор. Жители Самары пожаловались в прокуратуру на порно-сайты. Во время мониторинга сети информация подтвердилась. Как оказалось, доступ на сайты свободный, а значит просмотреть их могут и несовершеннолетние. По результатам проверки прокуратура Советского района направила в суд иски с требованием закрыть доступ к 25 интернет-ресурсам. Сейчас иски находятся в стадии рассмотрения. Растет туристическая привлекательность Самары. Столица региона оказалась в новом издании прославленного британского путеводителя Долин Киндерсли. Эти путеводители – уникальные гиды по странам и континентам, которые считаются одним из лучших в мире. Самара обошла другие регионы ПФО и представлена там с картой основных достопримечательностей. По мнению экспертов, это действительно признание туристической привлекательности. Почти 13 тысяч самарских школьников отдохнули в пришкольных лагерях этим летом. А также для ребят работали палаточные лагеря, туристические походы, учебно-тренировочные сборы и многое другое. Сезон завершили успешно. В торжественной обстановке наградили лучших представителей профессии, педагогов, которые все лето провели вместе с детьми. За организацию социально значимых массовых мероприятий для детей Светлана Агафонова получает почетную награду. Творческие коллективы 15-й школы искусств этим летом побывали почти во всех школьных лагерях Кировского района с концертами. Почему у нас, например, образцовые коллективы являются таковыми? Именно потому, что педагоги летом организуют творческую какую-то жизнь детей. Понятно, что это от них потребует усилий. Нужно поработать с родителями, подготовиться с детьми. Но это, конечно, затем уже на протяжении года помогает реализовывать свои какие-то творческие задачи. Победители конкурса на лучшую организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей получили почетные грамоты, памятные подарки, а также пожелание не останавливаться на достигнутом и с каждым годом совершенствовать свое мастерство. Мы ведь уже начали готовиться к летнему сезону 2017, да или нет? Конечно, да. Поэтому до свидания лета 2016, да здравствуй, ты здравствуй, и пора, и ждем, и приветствуем, и готовимся к лету 2017 года. Так и есть. Не успев завершить один летний сезон, педагоги начинают активно готовиться к следующему. Ведь чтобы дети легко осваивали новое, в них нужно пробуждать искренний интерес. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Сделано в Самаре, сделано с душой. На площади Куйбышева развернулась уникальная выставка-ярмарка самарских производителей. Сувениры, одежда, еда и напитки. Все это можно было не только примерить, продегустировать, но и приобрести на память. Не удержалась от покупок и Юлия Черняева. С истинным самарским лещом в руках. В модном пальто от самарского дизайнера. Здесь, на главной городской площади, в день рождения Самары. Здесь проходит ярмарка-выставка «Сделано в Самаре». И действительно, под этим можно подписаться. Ведь то, что сделано в Самаре, сделано с любовью, качественно, удобно. Впервые на ярмарке были представлены 10 местных дизайнеров одежды и аксессуаров, которые устроили для всех зрителей настоящий фэшн-показ. Покупают с удовольствием, да, все счастливы, рады, потому что одежда достаточно интересного кроя, как правило, у нас. То есть не просто футболки, свитшоты. Мы пытаемся создать что-то интересное, креативное. И, как бы, опять-таки, поддержать патриотический дух. На площади поистине родной самарский дух. Тут и там сувениры с символикой города, запах свежей выпечки и даже настоящие самарские коты. Уникальная выставка-ярмарка собрала более 40 местных производителей, которые лично отвечали за качество своей продукции. Испанская закуска с самарской душой. Именно так называются наши закуски. Тапос. Всевозможные удивительные вкусы и начинки. Ира укладывает свою душу и любовь. И это главный ингредиент. Фантастично все нравится. Прекрасные торговые ряды, прекрасная ярмарка, на которой разнообразный товар. Ну и, конечно же, вкусная еда. Вот мы прошли здесь, выбрали самое вкусное. Также все желающие могли принять участие в экскурсиях по городу, пешком или на автобусе. Более 7 пешеходных экскурсий, продолжительностью полтора часа. И 3 экскурсионных автобуса уже сейчас отошли от площади Куйбышева. Трехчасовая экскурсия по городу. Безусловно, экскурсии все под одной тематикой. Самара – город боевой и трудовой славы. Но это некий подарок от туристических компаний города. Сделано в Самаре. Выставка, которая, по словам организаторов, должна стать не просто регулярной, а востребованной площадкой, где каждый производитель региона сможет показать свой товар лицом, будучи уверенным в его высоком качестве. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. Женитьба с этническим колоритом. В Самаре прошел фестиваль национальных свадеб. Казахи, чуваши, татары, русские. Более полутора сотен пар вступили в семейный союз по народным традициям. Каковы национальные обряды и как принято чествовать молодых, узнала Алина Чемерис. Величать молодых в первые день их совместной жизни – давняя русская традиция. Считалось, что этот обряд призван защитить жениха и невесту от темных сил и помочь им создать крепкий семейный союз, а также служит символом перехода к новой жизни. Девушка совершала не только горизонтальный переход, переходя из одного дома в другое, она совершала еще и переход вертикальный из одного состояния в другое. То есть она переставала быть девушкой, становилась женщиной, приобретались новые какие-то права, новые какие-то обязанности. Она меняла все. И вот этот переход обязательно должен был защититься вот этим обрядом. Это как, знаете, шов закрыть вышивкой богатой. Очень значимый день, волнительный, тревожный. Какую-то тревогу, но вместе с тем ощущение, что все будет хорошо. Это самый главный день в нашей жизни. Фестиваль национальных свадеб проходит в регионе ежегодно. На этот раз он объединяет 167 пар. Красочные костюмы, народные обряды, песни и танцы в этот день новые семьи создаются с национальным колоритом. Сегодня женятся русские, казахи и чуваши. В Самаре свадьбы по народным традициям играют не только в дни фестиваля. Когда у молодоженов есть предпочтение провести или обряд национальный, или же чтобы это была какая-то изюминка на самой государственной регистрации, заключение брака, безусловно, их мнение всегда учитывается. И я еще раз говорю, стараемся подойти индивидуально к каждой паре. Не только увидеть яркую свадьбу, но и познакомиться с культурой народов, проживающих в регионе. Одновременно с красочными церемониями работает выставка национальных головных уборов, которые можно примерить. Девочий головной убор отличается тем, что уже купол вверх, называется тухья. Это до замужества девушки одевали. Когда уже замуж выходишь, на второй день обязательно сенькров одевает невеста. Такой головной убор. По соседству с выставкой мастер-классы по плетению изделий из деревянных прутиков, гончарному делу и ткачеству. На Руси к замужеству девушки готовились заранее. Сами ткали себе приданные. В том числе вот такие пояса. Их носили всегда и везде. А на свадьбу делали только самые яркие и красивые. Техника старинная. Бердо и челнок. Работа очень кропотливая. Все по каждой ниточке нужно затягивать. Это занимало много времени. Это сейчас у меня полотно очень узкое. Оно могло быть в разы шире. Кроме Самары, фестиваль национальных свадеб приняли в Тольятти. Организаторы уверены. Для региона, где проживают более полутора сотен народов, важно показать красоту и богатство традиций каждого из них. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова